Всем привет! Меня зовут Анна Кафырина, вы на моём канале. У меня сегодня такое короткое видео. Я хочу поделиться тем, что насколько же сложно творить. Для меня вообще практически невозможно писать какой-то контент, что-то придумывать, когда нет энергии. Вот последние три, наверное, или даже четыре недели я вообще без энергии, я выжатая как лимон, у меня трудности на работе. И в связи с этим нервы у меня даже лопнул сосуд на глазу, поэтому я, собственно, в очках, поэтому блики на камере. И я стараюсь сейчас вообще минимизировать весь нервяк и даже выключила спорт из своего организма, потому что у меня даже образовалась перетренированность, и при ней нужно выключить прям суперинтенсивные виды спорта, и переключиться на здоровый сон, отдых и какой-то такой спорт. Даже не спорт, а, скажем так, прогулки на свежем воздухе, что-то такое. Так вот, я три недели уже в таком же режиме, слушаю книжки, много сплю. При этом я сплю, кстати, по восемь часов, но это не помогает, к сожалению, мне прийти в норму. И вот сегодня я уже третий выходной подряд как выбираюсь за город в лыжную прогулку и примерно по полтора-два часа катаюсь на беговых лыжах. И вот в эти выходные я ездила со своими девчонками. У нас была такая воскресная женская психотерапия вкупе со спортом, посиделками в кафе. И я вот что вам скажу, что я понимаю, что моя компания моих девочек – это прям такая бодрая, заряжающая энергией тусовка, которая прям привела меня в чувства. И я понимаю, что энергии у меня поприбавилось. Главное её сейчас не растратить, а саккумулировать и взрастить нечто большее. Потому что я даже вот села записать видео и планирую его дальше, следующий контент ещё тоже писать, потому что у меня на самом деле в голове, в планах очень много всякого разного контента, но я никак не могу собраться силами. Более того, я сейчас пришла, и я начала готовить, потому что до этого момента я вообще не могла ничего готовить. Я ходила в кафешки кушать, либо я ела что-то уже готовое, купила домой и ела, потому что не было сил вообще. Вот сегодняшняя тусовочка с девочками. Мы поделились друг с другом болями, проблемами каждой. И знаете, такое ощущение пришло, что не я одна с такими проблемами, ни у одной у меня там всё плохо. В целом это проблемы у всех сейчас, значит, это в принципе уровень нормы некий. И не стоит загоняться так сильно, как я вообще собиралась. Поэтому если у вас есть какая-то проблема психологического характера, что нет сил, нет эмоций, не знаю, проблемы со здоровьем, прям нужно застопориться, попытаться на этом уровне сохранить энергию, которая есть у вас сейчас, саккумулировать его, и главное не растрачивать дальше. И делать для себя какие-то такие активности, которые повышают этот уровень энергии. То есть для тех, кто любит спорт, как я, это какие-то прогулки на свежем воздухе, но не активные, там, с семьёй, с друзьями, там, встречи с девочками, какие-то спа-программы, бани, уход за собой. Я же каждую субботу я езжу на массаж, вот уже с сентября месяца, каждую субботу у меня проходят с массажем. Это тоже помогает, помимо того, что корректировать фигуру и чувствовать себя прекрасно, я очень люблю массаж, это ещё и помогает заряжаться энергией. Важно, чтобы мастер, который делает массаж, не забирал от вас энергию, а именно давал, поэтому очень хорошо найти своего мастера. Вот, так что я, кажется, встала на путь, когда я не растрачиваю энергию, аккумулирую потихонечко, медленно, но, тем не менее, я её собираю и накапливаю. И я желаю вам того же. И будьте аккуратнее со своим здоровьем, потому что я серьёзно загналась с нервиками и с очень жёстким, скажем так, таймингом по спорту. Вот три недели я уже хожу с лопнувшим сосудиком на глазу, лечу его, но всё это очень медленно рассасывается. Поэтому берегите себя, аккумулируйте энергию, не растрачивайте её зря и слушайте свой организм, чтобы не доводить его, конечно, до такого состояния, как у меня. Ну, а я пошла дальше готовить, а то боюсь, что мой рис, пока я тут болтаю, может пригореть. Останусь я без вкусного ужина. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Пока-пока.